Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и рада приветствовать вас на своем канале. Получив несколько сообщений с просьбой не рассказать, а показать о чем-то, я собрала их в группу и сегодня хочу ответить на данный вопрос и комментарий и сообщения. Буду ранжировать не по важности, а просто по какой-то последовательности такой произвольной. Первое сообщение, и вам тире вопрос, было следующим. Татьяна, вяжься без заморочек. Ваша кофта, прямоугольник большой, это спинка, два маленьких прямоугольника, это перед, сшивается и получается такой отложной воротничок. Скажите, пожалуйста, вы только платочную вязку используете для подобных кофт или какие-то другие? Конечно, нет, не только платочку. Платочку я обожаю и люблю, потому что она не создает никаких проблем для вязальщицы. Она не заворачивается, не скручивается, она действительно какая-то такая фундаментальная. Как прикажешь ей, где быть и как себя вести, так она себя ведет и там находится. Мне вот в этом отношении очень нравится. Но, безусловно, не только платочку. Я специально сходила к маме, из раннего нашла кофточку. Вот откуда я взяла этот рисунок, я не помню. Но принцип абсолютно такой же. Связный прямоугольник. Маленький. Второй маленький прямоугольник. И большой прямоугольник, это спинка. Ну, здесь, может быть, она коротенькая, может не прямоугольник, может квадратик. И сшито, все, что осталось, пошло на отложной воротничок. Этот рисунок, он какая-то такая елочка из лицевых петель, которая выходит на изнанку елочкой. А, здесь из изнаночных как раз петель. Выходит на изнаночку елочкой из лицевых петель. Вот она, елочка. Самое главное в подобных вязках, тогда интернет я, наверное, еще не пользовалась, наверное, где-то в какой-то книжке взяла, я не помню. А, эта женщина, соседка, вязала варежки. Вот одна, один она фрагмент взяла, а потом как-то вот она научила, я сделала. Я брала все, что угодно, где угодно, что мне нравилось. Самое главное, чтобы вязка и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны смотрелась прилично. Потому что ведь откладывая часть вот этого воротничка, мы же как бы показываем часть изнанки. Так-то ли на лицо смотрится красиво. А это будет часть изнанки, чтобы тоже было красиво. Наверное, за это я и люблю платочную вязку. Но сюда подают любая вязка, которая не скручивается, которая хорошо смотрится как с лица, так и с изнанки. Была у меня еще кофточка, я не нашла. Мы с мамой вспоминали, на скиле мы распустили, кому-то подарили, не могли вспомнить. Это так хорошо тоже известная вязальщицам шахматка, когда чередуются квадратики из лицевых и изнаночных петель. А величина квадратика зависит от того, сколько петель мы возьмем, от количества петель. Прекрасная вязка, она такая тоже незатейливая, простая. Но зато она тоже и с лицевой, и с изнаночной стороны смотрится замечательно. И вот в ложных воротничках, ну, очень прилично себя ведет и замечательно смотрится. У меня была такая кофточка, и свитер я ребенка вязала, и себе вязала, но сейчас не смогла найти, поэтому нет только платочку. Любую вязку, которая на лицевой и на изнаночной стороне смотрится более-менее. В этой кофточке, кстати, до локтя в рукавочке я связала этот же рисунок. Вот она елочка из изнаночных петель. А здесь такие галочки накидами, дырочками. А уже от локтя до проймы, которые нет проймы, которые не вывязываются импровизационно, здесь не проймы нет, ничего нет. Вяжется просто лицевой гладью в рукавочек. Но я все равно все закатываю, я ношу три четверти. Это сюда же место встать не на что, не на что я тогда вставала на одно приспособление, которое уже нет. Вот, так что не только из платочки, из любой вязки. Второй вопрос был таким. Как вы относитесь к кавказской пряже? У меня есть целый ролик, он называется «Мое отношение к недорогой пряже». Там я не стала называть кавказской, потому что продавец говорит, что это белорусская пряжа. И поэтому ролик назывался «Мое отношение к недорогой пряже». Отношусь нормально, хорошо. Боюсь, что со временем буду относиться еще лучше, потому что позволю себе дорогущую люксовую пряжу я пока не могу. Когда позволю, все равно буду относиться хорошо к кавказской пряже, потому что в ней очень-очень много плюсов, в которых я рассказывала в своем ролике. Мы с мамой очень любим, точнее, мама, вязать из нее салфетки. Ведь в кавказской пряже есть тройка и двойка. Вот тройку мы не покупаем, а двойку мы покупаем, разъединяем. Мама разъединяет, это не для меня это подвиг, по одной ниточке и вяжет салфетки. Вот очередной ее салфеточка. Я только сегодня забрала для одной замечательной девчоночки. Вот, собираю посылочку. Мы сказали, что не будем расшифровываться, поэтому имен я не называю. И хочу сразу передать привет Леночке под ником Елена Книтин-Кростич. Лена, когда я показала твою фотографию салфеточки, твои связанные по маминому мастер-классу, громко говорю, по маминому мастер-классу, потому что когда она показывала, как она вяжет, то есть не понимала, куда это идет, зачем, что такое YouTube, для чего я прошу. Ирмам, ты только вяжи и говори, и ладно. И когда я ролик показала твой на YouTube, она была безумно счастлива. Я говорю, вот по твоим урокам это связано. Она тебе огромный привет передает, она действительно очень счастлива. И отдавая мне сегодня салфетку, говорит, скажи Лене-то, что еще вот так краешек-то можно обвязывать. Она поймет. Она поймет. Я себя чувствую чайником между двумя профессионалами, между мамой и тобой, Лен. Леночка, я тебе показываю, как можно заканчивать, ты поймешь. Вот. Это что касается кавказской пряжи. Мы в основном вяжем салфеточки. Я обожаю вязать пледы. Вяжу, дарю. Сейчас показать, мне нет этого пледа. И еще из такого серьезного, так сказать, изделия с кавказской пряжей у меня пончо. Пончо, которому тоже очень много лет. Причем ношу я весной и осенью. Это такой сезон, когда часто стираешь. Причем белого цвета. Это тоже как бы уже предполагает частую стирку. Но ему ничего не делается. Поэтому как можно плохо относиться к кавказской пряжи. Единственное, я не собиралась ничего больше серьезного вязать. Я сейчас пересмотрела. Сейчас у меня зреет мысль связать что-то себе. Сейчас скажу чуть позже. Это пончо связано по типу... Как идет белый цвет? По типу бабушкиного квадрата. Только сердцевинка как раз тот вырез горловины, который вы хотите. Кто-то поуже, кто-то пошире. С него начинаем стартуем, а потом пошло все по типу бабушкиного квадрата. Это меня связала мамочка. Ношу я с удовольствием, с водолазочками однотонными. Прелесть прелестная, хочу сказать. Мне очень-очень нравится. И хочу я связать себе... Ну, зреть такая у меня мысль. Меня может кто-то еще занесет. Покупала-то я на плед. Вообще я покупала пряжу своей подруге. И пока перематывала, я все больше и больше понимала, что хочу. Действительно, кавказская пряжа, она бывает разная. Бывает помягче, бывает пожестче. И вот если найдешь хорошую пряжу, мягкую такую, с нее вязать, кстати, одно удовольствие. И я себе купила светло-серую пряжу. Я еще пока себе не перемотала. Мне очень нравится такой цвет серо-голубой. Дымка я его называю. Я как он правильно называется? Для меня это дымка. И вот он мне идет. Он как-то одновременно освежает. Хотя вроде серый и так далее. Я обожаю сочетание серого со всеми цветами. С красным, с розовым. И потом, когда я подруге покупала темненько серый цвет, я себе купила только чуть-чуть другого оттенка. И поняла, что он мне очень нравится. Особенно нравится сочетание... Я только сейчас поняла, как я смотрюсь. Повеселю вас немножечко. Мадама. Сочетание темно-серого и светло-серого. А вот чебурашка. Так, мадамы. Так, чебурашка. Где я потеряла эта мысль-то? Там, что я очень люблю сочетание темно-серого и светло-серого. Возможно, я ставлю только так. Полосы-то будут или полкардигана такой. Возможно, это плед будет. Я не знаю, но что-то зреет. Во мне созревает мысль. Все-таки кардиганчик. Спереди зима. Время на вязание будет. И я не исключаю. Мне нужно еще что-то, какую-то финтифлюшечку придумать. Возможно, это будет финтифлюшка. Это будет просто желтый цвет. Полоса какая-нибудь желтая. Кто-то говорит, ни к силу ни к городу. Да знаю. Потому и нравится. Все, что ни к силу ни к городу, это мое. Будет это желтая, будет это красная, будет это розовая. Я не знаю. Но мне нужно придумать какой-то финтик. Может быть, это будет какая-то пуговица. Хотя у меня все без пуговиц. Даже сейчас вотковка без пуговиц. Ну, в общем, вот что-то во мне зреет. К кавказской пряже отношусь хорошо. Еще лучше со временем. Так что... Ой, мне даже снимать не хочется, как мне идет. Посмотрите. Мне так гораздо лучше. Продолжаю ролик так. Жарко только. Хорошо я отношусь к кавказской пряже. Думал, что не буду вязать из нее ничего больше серьезного. Но никогда не говорю никогда. Не исключаю, что созрею для чего-то. Что-то мне хочется вот такой вот интересненькой, где нужно много пряжи. А много пряжи, дорогой, я пока позволить не могу. Это и могу. Поэтому что-то, наверное, созреется. Но если созреется, обязательно покажу и расскажу. Это был второй вопрос. Третий вопрос. Не хочу ли я замутить, это я цитирую, замутить какой-нибудь СП? Вы знаете, сказать, что хочу, не хочу. Возможно, может быть, и хочу. Но вот вопрос, замутю или не замучу, нет. Для СП нужно серьезный подход. Я считаю, ли вообще не нужно СП замутивать, мучивать. Или, если уже замутил, то очень серьезный подход. Достойно представить всех, кто в это СП вошел. Достойно представлять продвижение. Достойно представить завершение работ. Ну и, наверное, походу, что-то как-то стимулировать можно. Какие-то интересные штучки придумывать. На все это мне творчество, безусловно, хватает. У меня не хватает времени. Но если его можно найти, еще там что-то выкроить, да, то вот технических возможностей у меня нет. Я думаю, с одним телефоном, который снимает не больше 5-6 минут, который у меня есть, я вряд ли покажу, достойно представлю все, что мне хотелось бы. Поэтому получиться у меня бы, безусловно, получилось. И, может быть, где-то в глубине души и хочу. Но буду я это делать или нет, в ближайшее время нет. Точно нет. Потому что даже тут снять это видео. У меня сейчас вот терпеливо ждет подруга. Спасибо ей огромное. Потому что мой телефон больше 3-5 минут. Это уже праздник, если снимает. Возможно, хочу, но не буду. Не буду. Пока не имею возможности. Так, и еще вопрос. Почему вы не показываете текущие процессы? Чаще показываете. Речь идет о визуальных процессах. Я действительно не люблю показывать текущие процессы. Это факт. Как-то вот, вы знаете, это кухня, что ли, для меня. Причем смотрю с удовольствием. Девчонок. Вот какая хитрюлька. Смотрю с удовольствием показывать, как будто кухня. Да, вот готовые блюда я с удовольствием покажу. А вот текущий процесс не очень хочется. Но по вашей просьбе, у меня текущий процесс один. Это вот свитерочек. Это такая мобильная переносная установка для текущего процесса. Сколько он будет течь еще, понятия не имею. Это полуверчик, который я сейчас все больше понимаю, что он маловатенький мне. Опять его отпаривать не хочу. Подруга рада, что он мне мало. Говорит, мне я просто говорю, не-не-не-не, я что-нибудь еще придумаю. Ну, до конца-то я доведу, конечно. Я его уже показывала в каком-то ролике. Это простой полуверчик регланом сверху. У меня было чуть-чуть только вот после рукавочков отснято. По центру идет у меня такой колос. Я все, что из двух, перевите, называю жгут. Из трех коса, а из четырех для меня колос. Мне очень идет красный цвет. Я так хотела красную картинку, но мне прямо конкретно маловато. Размера на двое капитально. Может быть, его после влажной обработки что-то там изменится. Посмотрим. Но мне цвет очень нравится. Красный. Если я не встречу меня в Новый год, я провожу в нем год петуха. За год-то, может быть, там и два размера, как горе. Вот. Я, вы знаете, вот почему мне надо показывать процессы? Потому что я еще не знаю, к чему я иду. Абсолютно. Я вот вязала-вязала, я понимаю, что мне надоело вязать эту косу. Я ее завершила вот так вот клиношком. Эту косичку. Вы думаете, я на что-то там резинку перешла. А что-то нет. Я не знаю, с какого перепугу вообще я перешла на путанку. Куда я перейду дальше, наверное, на путанке остановлюсь. Но я не знаю, у меня нет образа готового изделия. Вот кто так вяжет, кроме меня, девчонки, отзавидеться. У меня нет образа готового изделия. У меня куда ни село, туда и плыву. Я иногда заплываю по течению, да, против течения. Такая я вязальщица. Попробую при этом показывать текущий процесс. Наверное, поэтому не показываю. Вот. То же самое на спине. Причем просто чуть-чуть пораньше завершилась коса на спине. Чуть-чуть пораньше. Здесь вот это расстояние, оно побольше. Пряжется осталось совсем немножко. Я завершу, наверное... Как она? Я все верчу, кручу. Я завершу, наверное, эту кофточку. А чтобы от себя представлять рукава, понять не имею. Дырявые, ажурные такие. Я не знаю. Я не знаю, куда меня занесет. Вот мой текущий процесс. Ну, я прерываюсь на различные носочки. Простите, я не могу отказать. Но так вот к Новому году есть какие-то там подарки. Приложение к подаркам. Как-то меня немножечко в сторону увозят. Вот. Наверное, я ответила. Да, четыре было у меня. Спроси, рассказать, показать, ответить. Моменты. Я ответила на все ваши вопросы. Спасибо, кто меня дослушал. Спасибо огромное всем за добрый, хороший, приятный комментарий. Всех люблю. Обожаю, уважаю. Живите с удовольствием. Творите с удовольствием. Если что-то не получается, делайте, что так было задумано. Если вы это достойно преподнесете, поверьте, все будут. Где взяла, как взяла. Дай схему, дай рисунок, еще что-то. Попробуй дай. Это все где-то как-то. Будьте сам себе дизайнер, что называется. Это так прекрасно и так здорово. Всего вам самого доброго. Всего вам самого доброго.